Мама Васи вечно что-то гонит про дом, дерево и внуков. Но Вася не до того. У него клач в компетитиве, и надо затащить любой ценой, иначе пацаны не поймут. А тут этот бессмысленный шум. И когда желание послать маму становится нестерпимым, Вася открывает фанпэй, продаёт пару АК-47 и посылает её на море. Потому что маму Вася любит, а новый калаш, ну, это дело наживное. Фанпэй. Зарабатывай играючи. Как это вот пришло в голову, что надо Егора Крида туда сунуть? Ну, слушай, у меня есть два варианта. Либо это охренная реклама, либо просто засками для ребят. Погоди, погоди. Я правильно представляю, что сидят такие типы е... И им на проекторе или на телевизоре вот это включают? Да, 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 да. Да. И то есть, если ты это проедёшь, это как урок полноценный? Типа. Блядь! Да, да. А зачем эту хреню вообще придумали? Это важно. Это разговор о важном. Да, ну блин, ну чё за тупые вопросы? Разговор о важном. А что там помимо Егора Крида показывают или рассказывают? О чём там пи***? Там ещё няшный телефон и рыба. Вов, у тебя музыка играет. Да. А где звук? А, блядь, я без звука сейчас смотрю. Автор песен, актёр. Скам. Это популярная тема в мире в целом. Блядь, я типа, ну, окей, я знаю Егора, но скам. И развелось в последнее время очень-очень много скамеров. Скам. Это когда вас обворовывают в интернете. Скамят. Так, хорошо. Вот, погоди. Хорошо. С Егором Кридом понятно. Он записал видос. Типа, сидят такие типы. Показали это в доху**е школах. То есть там, ну, 14 миллионам школьников показали это ху**о. И вы серьёзно? Кто вообще вот эту тему задал? Типа, вы серьёзно? Вы думаете, школьники, которые это смотрят, они не знают, что такое скам, да? Я правильно понимаю? Мне кажется, это надо учителю в персональном порядке, блядь, смотрите, а не школьникам. Студентам показывают. Ну, вы точно не знаете, что такое скам. Ну, давайте по факту говорить. Мазелова надо показывать. Вы чё, вообще говноеды? А ты не видел видосово? Нет. Нельзя Илью показывать. Нельзя Егора Крида показывать. Блядь. Если ты не видел... Нельзя меня показывать и Хесуса. Никого нельзя показывать. Да смотри вот это и включи видос Ильи. Это пи*****ц. Сейчас, сейчас, тихо, тихо, тихо. ...на деньги. Бывает много таких случаев, когда вам приходят сообщения от вашего любимого блогера, артиста, актёра. Неважно, человека... У меня такое лично было. Мне какой-то этот самый Дениска пишет. Драки официальные. Говорит, дайми тыщу. Я сразу говорю, но такое не может быть. Такое не может быть. Я сразу Денису набираю. Алло, какую тыщу? Он говорит, это не я, меня взломали. Мне так учительница ВК писали. ...деньги, подтвердить какой-то код-карты или что-то ещё. Не верьте. Не перекидывайте. Ничего. Ну тут такие очевидные вещи, я не знаю, типа... Не, без рофл. Если хочешь покакать, ну покакай. Не, Вов, ну давай, ну честно, такая ситуация мало происходит именно среди аудитории, но они есть. Ну да, есть же добрые. Ты понимаешь, что типа Егор Крит их не спасёт от этого? Вообще никто, типа. Да, да, если есть такие долбоёбы, то... Лох не мамон. Да, они такими и останутся, но просто, ну типа, да. Такая хуйня реально происходит, я про это. Нет, ну смысл конкретно такого видео вообще непонятен. Просто две минуты рассказать, что такое скам, и всё. Ну смотри, вот это очевидная реклама, просто ну очевиднейшая. Нет, это не реклама. Ну знаешь, окей, хорошо, допустим, это в какой-то степени реклама. Получается, ты сидишь и школьникам это затираешь, школьники, как это должно работать с точки зрения того, кто это показывает, чат? Погоди, Макс. Егор Крит, сейчас его все послушают, вот так, блин. Крой, ты смотри до конца, и потом понимаешь, почему эти группы рекламу. Чего не подтверждайте. Обычно известные люди таким не занимаются. Возможно, есть какие-то индивидуумы. А про неизвестных что? Но в большинстве в 99 как бы обычно скамом неизвестные люди занимаются, если честно. Нет, есть такие кенты, которые реально известные такую хуйня занимаются. Да, в основном, есть такие. Нет. Не отправляйте никому деньги. Не верьте никому в интернете. Если вдруг вам пишет Егор Крит, а мне часто присылают скрит. Мне часто пишет Егор Крит. Где я пишу кому-то, типа, а можешь подтвердить, пожалуйста? Типа, или скинуть мне какой-то номер. Нет, это все вранье. Не ведитесь на фейки. Не ведитесь на то, что пишут в телеграм-каналах. Всегда старайтесь проверить и достучаться до достоверной информации, пока сам человек вам не скажет, не объявит какой-то своей... Бля, вот я смотрю, он куда-то смотрит. Террифицированный сетей. Да, да, он текст смотрит. А в каком-то своем микроблоге и так далее. Бля, я бы подзапарился. До этого момента не верьте, не доверяйте, никому ничего не отправляйте. Даже если вам мама вдруг пишет. Дочка, сынок. Нужно мне перекинуть это, подтвердить. Бля, даже если мама пишет. Да шейте маму на. Бля, ребят, если вам мама даже звонит, и вы слышите мамин голос, не верьте. Маме, пошла она нахуй. Ваша мама должна быть всегда рядом с вами. Всегда говорить вам в ухо. Только тогда можно... Никогда не отправляйте деньги своей маме. Ой, гулять. Ну, типа, это какой-то кринж, ебаный. Потому что это даже не в Егоре Криде дело. Это потому что какие-то банальные ебаные вещи, которые знает любой дебил. Это какой-то прикол или какая-то шутка какая-то неудачная. Причем все бомбанули с этого. Абсолютно. Типа, что за хуйня? Я уверен, вы как узнали, что там Егора Криду будут показывать, вы все заржали в голос. Я уверен, что когда его показывали, все ржали. Весь класс ржал. Вот это серьезно смотреть, это ну пи***ц. Спросите. Лишний раз зато будет повод пообщаться с родными. Спросить, как у них дела. И сказать о том, что... Им в школе это показывают! Ясен хуйн, к маме домой приходит! Что вы их любите? Зачем ему с маме говорить еще в школе, блядь, сидеть? Не теряйте, не понимаю, но... Потряйте свои деньги, и уж тем более в интернете. В интернете их нужно зарабатывать. Ну и можете подписаться на мой телеграм-канал, на мою телегу. Вот он здесь где-то появился. Бля, она так сурата обрезана, смотри. Тихо-тихо-тихо. Канал, там точно нет фейков, и там вас не заскамят. А еще по... А, да. А, ну ладно. Ссылки на вам ваду там ни разу не было. Я слышал, я слышал, вот эту штуку показали, и там ссылка была на ревку, да, я так помню. Он ее удалил потом. Но там все равно же посты были с рефералкой. А можно вместо Егора Кридой мою телегу интегрировать? Пользуясь возможностью, хочу вас пригласить на свой огромный сольный концерт в Москве, который пока непонятно где пройдет. Это не рофл. Это не рофл. 40 тысяч человек, поэтому всех вас вместим. И будет большой концерт в Питере. В общем, все это будет в сентябре в этом году. Ждите. Видишь, типа, по факту у нас, в самом деле, как, учитывая, как чувак сделал ролик, Макс пердеж. Включай версию Ильи. Так. Ну вот, учитывая, как делаем данный ролик, ну это, блядь, очевидно, что здесь либо просто Егор Крид решил по связям так прорекламировать свои концерты и телеграмму, что на самом деле охуенно с точки зрения рекламы. Либо ему пришел кейс, он сказал, типа, давайте бесплатно, либо с огромной скидкой, я прорекламирую там вот эту хуйню. И он сделал просто на похуй. Менеджеры не смогли ничего сказать, что-то по типу. Слушай, говненое сделано. Просто забили хер. Тут никого продакшена даже близко. Чел сидит в комнате, просто на похуй, читает листочка на экране. Илья Мозелов. Самый популярный и широкоформатный российский певец. По версии Forge 1.18. Рэпер. 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 Срал. Это очень популярная тема сейчас. Собирают огромные обороты. Кто насрал? Это когда ты набегался по коридорам, очень сильно устал и у тебя сжимает внизу живота. Бывает много таких случаев, когда по коридору бегают не только дети, но и блогеры. Артисты, актеры, неважно. Люди, которых вы очень сильно любите. Ваш любимый блогер может прислать вам видео, как дети бегают, прыгают, скачут по коридорам. Не бегайте, не прыгайте, не скачите. Обычно известные люди таким не занимаются. Возможно, есть такие индивидуумы, но в 99,9% случаев нет. Не бегайте по коридорам, не верьте тем, кто бегает по коридорам. Если вдруг вам пишет популярный человек, а мне часто популярные люди присылают видео, как дети бегают по коридорам. Нет, это все вранье. Не ведитесь на беганье, не ведитесь на коридоры. Всегда старайтесь проверить и достучаться до каждого, кто это делает. Сам человек вам не скажет, что он бегает по коридорам. Не объявит в каком-то своем, верифицированном. Бля, вы понимаете, что у него даже лучше получилось описать проблему. Ну, типа, это вообще как? Он хотел сделать пародию, но у него вышло лучше, блядь. Потому что проблема реально важная, в отличие от скама. Блоги и так далее. Даже если ваша мама бегает. Дочка, сынок, мне нужно побегать. У меня мама не бегает, что делать? Что раз будет повод побегать? Это проблема. Бегая по коридору, вы можете навредить не только себе, но и окружающим. Вы можете сломать что-то из школьной утвари. Вы можете, не знаю... У, утварь! Не надо так делать. В общем, дети, не бегайте по коридорам. А то я не могу вас догнать. Не теряйте себя в коридорах. Коридоры не чтобы бегать, а чтобы ходить. Можете подписаться на мой телеграм-канал, на мою телегу. Вот он, где-то появился. Или я мазел, специальный канал. Там точно никто не бегает по коридорам и не мешает другим людям. А еще, пользуясь возможностью, хочу вас пригласить в свой огромный мрачный коридор. Пока непонятно, где он находится, но там будет 40 тысяч человек, и мы... Будет большой коридор в Питере. В общем, все это будет в сентябре, в этом году. Ждите. Скажу так, самый адекватный стример, который еще исполняет гениальные песни. В смысле, самый? А я что, типа дегенерат, что ли? А ты исполняешь гениальные песни? Нет. За меня их пишут текста, а я просто рот открываю. Вот я считаю, гениальные песни это пенис большой. Трактор. А все, что там вот как абрикосовые долины, вот эти серьезные альбомы, это не гениальные песни. Не знаю, я даже посмотрел это видео, насколько оно информативно для вас, но меня просили записать именно такое. Дежурные, а для вас... Не, ну я не знаю, я не могу на это нормально реагировать, как это за лук. Включай Касперскую теперь. Бля, просто при мне такой хуйни не было. Ну, когда я учился, я имею в виду. Понимаете, чтобы, блядь, забирать еще у детей, которые так заебываются от этой ебучей школы, где еще какой-то час на какую-то хуйню, где им рассказывают про скам. Это полное говно, я считаю. Президент группы компании InfoWatch, председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов Отечественный софт, сооснователь лаборатории Касперского. Здравствуйте, дорогие ребята. У всех у вас, наверное, есть смартфон, какое-то электронное устройство. Оказывается, для того, чтобы пользоваться этими электронными устройствами, нужно соблюдать определенные правила. Какие? Потому что бездумное использование приводит к довольно серьезным рискам. Но это если ты андроидер, хуй, блядь. А если у тебя айфон, вопросов ноль вообще. Ой, извините. Рисков здоровья. Самый такой очевидный риск, который люди почему-то совсем не учитывают. Тихо, это шутка была, агрессивная. Очень плохо смартфон влияет на зрение. О, ебать, я бы встал и вышел, блядь, с этого урока. На позвоночник. И это примущество... На позвоночник! ...смартфон. Из-за того, что экран яркий, из-за того, что он воздействует, глаз очень концентрируется. Ты мне будешь антивирус продавать или что, блядь? Другие риски связаны непосредственно с самим использованием смартфона. То есть люди, которые часто пользуются смартфоном, привыкают к так называемому клиповому сознанию. То есть воспринимать информацию короткими маленькими блоками. Чё? У меня блок закончился, чё она сказала? Она типа сказала про тикток, блядь. Про тикток, да. Они отучиваются читать большие длинники. Они не могут критически воспринимать информацию. Не, ну это факт, вот я согласен с ней, реально, что тиктоки дебилы. Ну вы ж никто спорить не будет, реально там дебилы. Из-за того, что смартфон такой удобный, красивый. Ага, и чё? Такой няшный. Няшный. Смартфон удобный и красивый. Привыкание вызывает и компьютерные игры. Ага, так, ну всё, я предлагаю всё запретить. Компьютер запретить, телефон запретить. И тогда нахуй можно Каспирский закрывать нахуй. Как вам у тебя няшный телефон? У меня няшный, конечно. Симпайский. Замечает его, впадает в зависимость. Поэтому использовать его надо очень дозированно. Это такой первый блок рисков, который связан со здоровьем. Второй блок рисков связан с общением, как ни странно. Каким способом мы общаемся через смартфон? В основном это соцсети или мессенджеры. Ну да, уродство полное, да? А в соцсетях у нас есть так называемые френды. Френды, френды жесткие, френды. Пацаны, кто во френды еб***ь плюс? Вот важную вещь запомните, пожалуйста. Френды это не друзья. Ну это я вам говорил. Френды это не друзья. Френды это не друзья. Френдов у вас может быть хоть 500 штук. Не, ну это логично. А друзей у вас реальных сколько? Ну три, ну пять. Ты что, тильтуешь школьников, бля, или что? Внутри, ну пять. Там сидят, там сидят. У вас вообще друзей нет, бля. Там сидит такой грустный, тихоня, щелочкой. Такой говорит, что у меня ноль. Но если вы очень общительный человек, у вас их 30. Но не стой, не 200, как френдов. Ну ты давай мне еще скажи, сколько у меня друзей может быть, посчитай. Очень часто во френды записываются люди вам незнакомые. Которые на самом деле хотят вас каким-то образом использовать. Ну да, познакомиться. Нельзя никаких незнакомцев принимать себе во френды. Хорошо, то есть получается, ну пусть пишут, но во френды нельзя принимать. Вторую вещь, которую вы должны знать об общении в сети, это то, что вам кажется, что... Вообще друзья добавляются, нахуй, скажите, 23-й год на дворе. Так в Телеграме нет друзей, блядь. Так в Телеграме нет друзей. Кто вообще, блядь, в фунтукте использует этот, ебаный? Да, блядь, мне кажется, кто добавляет ВКонтакте, просто добавляют для прикола. Вы ведете приватную беседу. Вы закрылись там настройками приватности и думаете, вот у меня приватная беседа. И это абсолютная иллюзия. Потому что цифровые устройства создают сверхпроводимость информации. Сверхпроводимость означает, что информация мгновенно перемещается из одного конца в другой. Реально? Это как стрим, типа мой, сейчас он мгновенно там. Вашу переписку кто-то может взять и потом ее... Кто? Скажи кто-то, кто? Кто? Ну я. Ну не, 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 ну не ты, ну не ты. Ну кто, скажи. Вот и сего. А чтобы такого не было, пользуйтесь нашим антивирусом. Бля, если надо будут, сука, тебя всю переписку по тебе поднимут. Это то, что все электронные устройства устроены таким образом, что они собирают информацию. Ну да. Причем собирают информацию очень широко. Ну что, предлагаешь нам что сделать? Выкинуть нахуй их может? Может купить себе по какому-нибудь палками вот эти вот, знаешь, веревку натянуть, блядь, вот так соседом, блядь, вот так переговаривать через стаканчики. А там нет френдов. Смартфон? Ой, это проблема. Ну, самый такой массовый сборщик информации. Он собирает информацию о местонахождении вашем, о ваших все фотографии, все ваши контакты. Ну то есть как и вы, да? А для чего телефон нужен? Нет, ну я правильно понимаю, как и Касперский в принципе. Как и в принципе любая компания. Это уже типа норма общества. Вы когда нажимаете вот эту кнопочку принять и продолжить, там же все написано, типа. Кто-то из вас хоть раз читал, блядь, соглашение? Че слеживают, блядь? Да я скажу больше, пока у вас телефон просто лежит около вас, он уже считывает с вас в некоторых приложениях. Именно поэтому, когда ты говоришь пук-сренька, у тебя реально пук-сренька вылезает где-то потом. Всю вашу переписку. Атипс-донат огромный. То есть все-все-все. Если получить доступ к вашему смартфону, полностью все о вашей жизни можно узнать. Да? Вот это реально, блин? Это реальность? Это реальность. Ну и вообще, как бы понимать, что... Бля, мне кажется, их надо было с Кридом вдвоем сажать, слышишь? Если вы что-то делаете или пишете при помощи электронных устройств, посчитайте, что вы делаете публично. То есть вы когда пишете... О, ма га! О, нет! Ближайшая подружка через смартфон. Представляете, что вы это делаете на площади? Вокруг вас стоит много людей, и вы громко это... На площади я это не сделаю, там глушилки. Поэтому не надо писать смарт-подружки. Смарт-подружка, ребята. Смарт-подружка. Смарт-подружка. Ребята из компании смарт-подружек могли бы разместить здесь свой баннер, я бы потом 18 плюс товар разместил, мне не вопрос. Оп, уже одному приехала, держу в курсе. Смарт-подружка. Что-то такое, за что потом будет стыдно. Очень простой такой, простая рекомендация. Ну вот, вкратце о том, что я хотела рассказать. Будьте в безопасности. Короче, вывод. Она сказала, фильтруйте базар. Правильно я понял? Она сказала, выкиньте свой Xiaomi, айфоны и купите себе Nokia кнопочную. И вообще проблем не будет. Потом выйдет владелец МТС и скажет, ребят, мы вас всех прослушиваем, по запросу передаем, куда надо. И они такие... Я считаю, что френдам нужно запретить пользоваться няшными телефонами. Если хотите войти в доверие к подросткам, не пытайтесь использовать сленг, а тем более изменять его.